Мы живем в век инноваций. Мир стремительно развивается. Инвесторы по всей планете ищут перспективные проекты. И Россия одна из самых интересных стран для инвестиций. Потому что там большое население. Потому что там люди любят девайсы и технологии. И потому что российская экономика растет феноменально быстро. Сколько потрясающих технологий сейчас разрабатывается. Мы все еще думаем, что мы в самом разгаре технологической революции. Это, конечно, так, но революция не одна. Их много. Происходит революция в социальных медиа. Они будут продолжать развиваться. И сейчас сложно сказать, чего от них ждать в будущем. Потом революция в автоиндустрии. До беспилотных автомобилей осталось совсем недолго. А еще разрабатывается самый разный софт. Система для предотвращений столкновений. Для смены рядов. Программы, которые проверяют, не заснул ли ты и смотришь ли на дорогу. Революция в машин-то-машин связи. Ее еще называют интернет вещей. Это когда физические объекты связываются между собой через интернет и решают таким образом всякие задачи. Добавьте к этому рост нанотехнологий, сенсорных технологий, открывается столько новых возможностей. Все это может серьезно изменить нашу жизнь к лучшему. Есть три технологии, которые скоро будут доступны буквально в каждом доме на планете. Это смартфоны, планшеты и бытовые устройства с Wi-Fi доступом. Для предпринимателей сейчас ситуация уникальна. Никогда в истории не было такого, чтобы человек просто с доступом к интернету и идеей для приложения мог выйти на мировой рынок со своим бизнесом, практически не требуя начальных инвестиций. Но чтобы преуспеть, нужна настоящая страсть к своему делу, настоящая вера. Нужно сохранять концентрацию, уметь ставить цели и адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Надо быть настоящим ниндзя, умным, смелым и креативным. Начиная технологический бизнес, в первую очередь надо понять, существует ли рынок для вашего продукта. Самый простой способ просто поспрашивать людей, стали бы они пользоваться вашей технологией. Только важно уметь отличать искренние ответы от вежливых. Разумеется, надо отслеживать конкуренцию. Кто ваши конкуренты? С какими продуктами вы будете соревноваться? С какими сервисами и технологиями? И внимательно относиться к чужой интеллектуальной собственности. В нашем деле нельзя взять и нарушить чужой патент. С 3D-принтерами, современными чипами и приложениями можно легко, быстро и, главное, дешево построить первый прототип. А когда концепция и продукт уже есть, можно начинать продажи. Первые модели продавайте через интернет. Это поможет вам понять, есть ли спрос. Если интерес появится, начинайте думать о том, чтобы масштабировать производство. И вот только тогда потребуются первые серьезные инвестиции. План Б на сайте rbk.ru